всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука вот ровно три дня я не подходила к своим растениям не показывала вам их просто-напросто потому что у меня на выходных был внук и с ним невозможно ничего делать и я стараюсь его внимание к растениям не привлекать потому что если я начну тут что-то рыхлить отойдя в сторону он может подойти и повторить все мои движения я стараюсь обходить стороной когда он еще очень маленький повторюшка вот прошло три дня после пикировки сейчас я вам напомню три дня назад я пикировала вот эти высокорослые ботяня по отдельным стаканчиком рассадила вот то самое место где они росли а толстоногих я оставила потому что их можно чуть чуть подольше держать они видите они не вытягиваются они такие очень хорошенькие аккуратненькие но все равно сегодня я буду пикировать пикировать буду только потому что видите они у меня посажены часто на случай вдруг семечко не взойдет или что но взошли как всегда очень дружно все почти до одной и тут уже получается что у них листик на листик надвигается им нужна короче отдельная тара особенно вот сорт очень заметно и хочу вам показать для тех кому это интересно смотрите у них у всех разное лицо разный лист если мы посмотрим то мы видим уже вот эти вот красивенькие листики видите вот с круглыми вот они у нее круглые вот эти вот это ринет у него такой круглый лист он вообще стоит как кукленок дальше такой же толстоногий томат но лист видите как немного вытянутый вот такой как остроугольный конец это у нас настенька а если мы вот сюда продвинемся тут совсем другие листья видите они такие более какие-то как сказать резные но если сравним или вот этот ринет он круглый всего трех как трехпалый а тут у нас уже много смотрите ну короче это буян и он как бы более резной и не круглый он такой удлиненный и все 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 они различаются по форме листа и когда уже высаживаешь выращиваешь много лет вот я их всех знаю в лицо и я сразу вижу ну как они отличаются друг от друга и тут вот у нас растет пришелец бета которую я посеяла первый раз я даже не знала какая она толстоногая не толстоногая но она оказалась совсем не толстоногая она уже такая как батяня видите хотя это тоже скороспелка но как ранний томат посажен для раннего урожая но его нужно пикировать уже сейчас в срочном порядке видите как он отличается сеянцы вытянутые тоненькие еще хочу напомнить тем кто очень часто пишет что после пикировки у меня томаты стоят и не растут может быть их нужно подкармливать или что смотрите вот как я распикировала в фазе двух листьев батяню вот у него было по два листика так они и стоят прошло трое суток ничего не изменилось не двинулись в рост не появился даже третий лист даже намека нет и меня это не пугает потому что я уже говорила не раз что в это время на нужно дать растению спокойно освоить этот новый грунт сейчас идет там мобилизация вот этой корневой системы наращиваются молодые боковые корешки корневая система происходит сцепка с грунтом короче растение все силы бросает на развитие корневой системы и это для нас большой плюс пикировки получается растение как бы притормаживается в росте видите надземную часть она бросила не наращивает потому что за три дня вот эти вот растения очень сильно изменились они были маленькие у них были вот эти вот листья не такими огромными а тут видите у них уже даже вот раз-два появился третий лист вот сегодня надо срочно их пикировать а у ботяни ничего не появилось они так и стоят бедные подвали стану они не бедные потому как они не завяли и не опали у них листья не опустились видно что они живые что они дальше продолжают расти но растет преимущественно подземная часть корневая система это мы хотим добиться всегда пикировкой чтобы растение было коренастенькое чтобы вверху она была не очень высокая а внизу чтобы она была лохматая мочалиста и вот эта корневая система я ни разу не поливала вы видите грунт еще влажный как с первого раза и не буду поливать пока верхний слой не пересохнет буду вам время от времени через несколько дней показывать как ведут себя томаты после пикировки сегодня вот этих малышей распикирую в первую очередь конечно вот эту длинноногую бетту которая оказалась видите всех перегнала и уже вид у нее не очень хороший конечно ее нужно с заглублением пикировать все и вот этих вот конечно малышек куклят буду своих пикировать смотрите они какие красивые вот напомню для тех кто не видел например предыдущие видео это посев 23 января это не массовый это только для получения супер раннего урожая для выращивания в теплице с двойным подогревом подогрев грунта и подогрев воздуха инфракрасные обогреватели висят это такая как бы так сказать ну не массово именно по моей прихоти вот захотела очень рано посеять и посеяла у меня конечно есть и последующие посевы но вот эти самые ранние посеяла рано 23 января им сейчас вот если после посева считать то прошло полмесяца даже уже 17 дней а им всего 11 дней вот сейчас 9 10 11 дней даже 12 когда у растений 12 настоящих листа самый оптимальный возраст для пикировки рассады я в предыдущих роликах говорила что можно и раньше можно и позже пикировать но там чревато раньше они очень маленькие если ты не опытный огородник можешь там повредить что-то им а позже они очень большие там может уже сбиться их не вот этот вот там уже идут зачатки цветочных и плодовых кистей вот сейчас они у меня как раз в той самой паре когда они уже достаточно сильные чтобы пережить пикировку но еще недостаточно взрослые и как я думаю они еще не беременные у них еще нет там никаких внутри вот этих будущих плодиков поэтому сегодня буду срочно пикировать мельком покажу как я пикирую но делаю все точно то же самое что делала с ботяней разложу по стаканчикам свежий грунт полью и поставлю сегодня сделала специально для них более прохладное помещение сопоставлю на подоконник под лампочку все до свидания это вот мои самые самые первые посевы которые очень хорошо взошли дружно вы видите что какие-то позже какие-то раньше вот видите здесь зашли попозже их я оставлю вот эти не буду пикировать а вот эти зашли рано они уже разлохматились разметелились и они уже друг другу мешают вот этот ряд возможно оставлю вот этот ряд оставлю а эти все буду пикировать все до свидания я прям подхожу любуюсь каждый день пока внук был у меня два дня дома я прям по растениям соскучилась охота что-нибудь с ними сделать сегодня сделаю все что хотела